Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Артем Соколов, представитель компании, ассоциация компании интернет-торговли. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о ассоциации. Наша ассоциация объединяет крупнейших интернет-ретейлеров. Вот если взять все интернет-магазины нашей страны, то первые 70, это как раз те, кто состоят в ассоциации. На самом деле у нас абсолютно разные бизнес-форматы. Это начиная от площадок маркетплейсов, которые торгуют не своим товаром, на которых работают больше 700 тысяч поставщиков. Это традиционные интернет-магазины, которые торгуют своим товаром. Это умниканальные компании, у которых есть и интернет-каналы, своя классическая розница, и трансграничные организации, которые продают свои товары из-за рубежа, то есть из-за пределов нашей страны. Поэтому у нас такой, в общем, довольно интересный состав, экспертиза представлена со всех сторон, что называется. Расскажите немножечко о компании, мы поняли. Скажите, вот была сессия, сессия наверняка интересная, хочется узнать тему, какие-то основные, ключевые моменты. Да, сегодня была очень интересная дискуссия по поводу регулирования e-commerce, и, наверное, спикеры круглого стола пытались ответить на вопрос, вот нужно или не нужно. Вы знаете, я за последнее время слышал огромное количество упреков в адрес e-commerce, и каждый раз они выглядели примерно следующим образом. Вот, там, площадки плохо себя ведут, берут огромные комиссии с поставщиков, буквально принуждают их ко всему, принуждают зарабатывать с ними вместе деньги. Значит, отчасти, от другой аудитории слышал, вот курьеры, они бегают по улицам, постоянно врезаются в людей, нужно курьеров отрегулировать. Там, третье, а самозанятые, это вообще режим, все эти курьеры самозанятые, это же просто злостные неплательщики налогов, этот режим надо тоже искоренить и сжечь просто изнутри. Все это навеивает на определенные мысли, но объективно, я считаю, что есть вещи, которые регулировать нужно, есть вещи, которые регулировать не надо совсем. И вряд ли, конечно, можно еще хоть каким-либо образом отрегулировать наши с вами человеческие отношения, если вот мы столкнемся друг с другом на улице, ну, на мой взгляд, это уже все отрегулировано. А вот вещи, касающиеся отраслевой специфики, например, если мы с вами поговорим про e-commerce и про его развитие, его становление, сейчас как раз тот период, когда e-commerce по сути формирует правила игры, по которым он работает. По сути, сегодня мы с вами видим, как эти нормы, правила поведения закладываются, они формируются крупнейшими участниками рынка, закладываются стандарты поведения. И мы понимаем, что уже сейчас наша отрасль достигла того этапа, когда мы в состоянии некоторые вещи, ну, по сути, регулировать самостоятельно. Например, вот мы завтра будем подписывать стандарты взаимодействия между площадками и поставщиками. По сути, это набор стандартов, которые определяют отношения между этими двумя сущностями. И в каждой оферте, каждой площадке изначально уже будут заложены определенные правила поведения, которые будут свойственны для всей отрасли в целом. О чем я говорю? Это предсказуемость оферты. Если Marketplace хочет ее поменять, он должен заранее, за две недели минимум уведомить поставщика о том, что оферта поменялась. А если клиент не захочет, он поймет, что у него там условия работы меняются, да, ему становится невыгодным теперь работать с этой площадкой. У него должно быть время уйти на другую площадку и начать работать, например, с ней. А для этого должна быть возможность забрать товары со склада. Эти товары Marketplace должен вернуть ему не менее чем в этот срок, потому что в противном случае у него не будет этого периода даже для того, чтобы подумать и решение принять. И таких стандартов мы набрали достаточно большое количество. По сути, они такие отраслевые, очень специфичные. И это как раз таки никого не принуждать участвовать в акциях, помогать друг другу в борьбе с контрафактом и так далее. Такие полезные рыночные вещи. Но суть в том, что рынок их самостоятельно до этого дошел. Вот огромное количество поставщиков здесь. Спасибо Министерству промышленности, которое курировало как раз эту всю работу. Была большая работа. Больше чем полгода готовили этот набор стандартов. Плюс, наверное, что еще важно, есть такие ниши для развития в e-commerce, которые тоже могли бы стимулировать развитие интернет-каналов. В частности, например, открытие новых товарных категорий. Вот за последние три года нам удалось легализовать торговлю ювелирными изделиями, торговлю БАДами, торговлю безрецептурными лекарственными препаратами. Ну, я считаю, что здесь можно идти дальше. Технологии уже всецело позволяют осуществлять контроль и можно продолжать этот путь поступательный. В частности, разрешить доставку алкогольной продукции, разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов и так далее. При этом надо сказать, что в евразийском пространстве ведь тоже эти вопросы еще не решены. Казалось бы, у нас нет границ между странами, но в то же время где-то ювелирку нельзя продавать, где-то алкоголь запрещен, а где-то, кстати, наоборот, доставка алкоголя легализована уже давно. Всю жизнь оказалась в Киргизии, можно было доставлять алкоголь на дом, и никто там не спился, никто не умер. Просто человек хочет заказать себе сразу все, заказывает. Хочет в магазин сходить, идет в магазин. То есть, по сути, там клиент сам выбирает, в каком канале его обслужат. Дистанционным способом все на дом принесут или дойти до магазина самостоятельно там все забрать. Поэтому этот опыт нам тоже надо перенимать, я считаю, посмотреть на то, как у них это сделано, сделать так же у нас. И тут еще много очень ниш с точки зрения электронного документа оборотов, взаимного признания электронных цифровых подписей, которого сейчас нет между странами. С точки зрения формирования, в принципе, таких стандартов работы интернет-магазинов на евразийском пространстве, чтобы у клиентов был абсолютно понятный объем прав, гарантии, которые они получают, делая те или иные покупки. Чтобы клиент понимал, через сколько ему вернут деньги, если он попросит деньги вернуть, как ему товар вернуть и так далее. Вот здесь как раз можно согласиться с тем, что регулирование нужно. И вот такое регулирование, оно будет правильным. А вот в тех случаях, которые я приводил сначала, конечно, вряд ли оно требуется. И, наверное, хорошо, что мы сегодня все за этим круглым столом примерно к таким выводам и пришли. И в части e-commerce, надеюсь, все останется вот ровно в таком русле, в котором подход к регулированию разумный и стратегически корректный. В общем, мы регулируем то, что нужно регулировать, и не трогаем то, что может работать и так. Да, ну, абсолютно верно. Спасибо большое за интересное общение. Да, спасибо вам.